Более двух недель назад была создана рабочая группа по определению норм предоставления услуг по вывозу бытовых отходов. А в прошлую пятницу прошло последнее выездное заседание, группы на котором были проведены последние контрольные замеры по вывозу мусора. В качестве образца был взят Киевский квартал. Споры, как мерить, что считать, проходили и в течение всех замеров. Кроме того, члены рабочей группы обращаются к словучанам. При выбрасывании пластиковых бутылок в мусор, вначале из них нужно выдавить воздух, а потом закрыть крышкой. Таким образом вы уменьшите объемы вывозимого мусора. А это деньги. И отдельная громадная претензия к владельцам машин, которые оставляют свой транспорт во дворах. В качестве яркого примера около Киевского 8 уже целую неделю стоит машина. И каждый раз мусоровоз вынужден заезжать на бордюр и на газон, чтобы забрать мусор. Оставляя машину во дворе, осмотрите место вашей стоянки, чтобы оно не мешало для проезда другого транспорта. Много вопросов остались и относительно объема вывоза мусора от коттеджной зоны. В частности, в Таллинском квартале этот мусор хранится уже не первую неделю. По каким расценкам его вывозить? Рабочая группа закончила работу в понедельник, 25 октября, и пришла к таким выводам. Передать результаты вимирювания и розрахунок норм надания послуг с проводжением с побудовыми отходами до виконавчого комитета Славутической міськради для врахования под час прийнятя решений у сфері поводжения с побудовыми отходами. Рекомендувати міському главе створить рабочую группу у склада, згідно з розпоряджением ном 154, для продолжения проведения вимирювания в инши сезони. Переглянуто діючі тарифи надання послуг поводження с побудовыми отходами тільки після вимирювання за результатами 4 сезонів та вагового контролю на полігоні ТПВ. За голосували 10, отримався 1. І відносно розрахунку норм надання послуг поводження с побудовыми отходами для багатоквартирних будинків встановити 1,57 метра кубичного на людину в рік. Для мешканців котеджів – 3,94 метра кубичних на людину в рік. Для мешканців гуртожитків – 2,01 метра кубичного на людину в рік.